Очередное заседание правительства начали с вопросов ЖКХ. Первая поправка касается объемов накопленных средств у рекоператора для капремонта многоквартирных жилых домов. Закон предусматривает, что на эти цели можно тратить 85 процентов всех накопленных средств, 15 остаются, так сказать, про запас. В профильном министерстве предлагают объем увеличить до 90 процентов. Это позволит решить вопросы по увеличению объемов оказываемых услуг и выполняемых работ, утвержденных в соответствии с краткосрочным планом. И таким образом обеспечить то отставание, которое сегодня имеет место по выполнению планов краткосрочных ремонта многоквартирных жилых домов. Во второй поправке речь идет о сроках перехода на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта. Шести месяцев, как это было ранее, время предлагают продлить до одного года. К слову, сегодня спецсчет на капремонт имеет каждый пятый многоквартирный дом в регионе. Данная мера позволит средства, которые накоплены на общем счете, региональный оператор, это котел так называемый, направить для решения планов капремонта текущего. Потому что у нас с вами есть отставание из 384 домов. Мы по 120 домам отстаем сейчас по ремонту из-за отсутствия данных средств. Участники заседания проголосовали за изменения в закон, регулирующий действия капитала семья. Сегодня денежные сертификаты номиналом от 50 до 700 тысяч рублей на руках у 4000 семей. Распоряжаться капиталом можно по семи основным направлениям, в том числе погашать ипотеку. Однако в этой части закон действует больше на бумаге, чем в жизни. Из-за небольшой неточности в квадратных метрах обладателям социальной поддержки приходилось оставаться в кредитах и вынуждены направлять деньги в другое русло. Если закон одобрят, единственное ограничение будет снято. Мы надеемся, с 1 июля данный закон вступит в силу и наши граждане будут направлять капитал семья на погашение ипотеки. Единственное ограничение, которое сейчас существует, оно будет снято. И граждане сразу с момента получения, это единственное, это одно из направлений, которое не нужно дожидаться трех лет, можно направлять сразу на погашение ипотеки. Решение своевременное, очень правильное и в текущей ситуации с уровнем жизни для того, чтобы дать возможность семье использовать эти деньги для погашения очень важных обязательств, наверное, одного из самых важных кредитов жизни каждой семьи. Ипотечный кредит, возможность завершить досрочно или раньше завершить исполнение обязательств по кредитным ресурсам для покупки жилья. Поговорили и о поддержке аграриев. Из федерального бюджета в регион на помощь сельскому хозяйству поступило свыше 75 миллионов рублей. Средства предлагаем распределить следующим образом. На представление крестьянским фермерским хозяйством грантов для реализации проекта «Агростартап» будет направлено всего 66 миллионов рублей. В том числе средства областного бюджета 1 миллион 980 и средств федерального бюджета 64 миллиона 20 тысяч рублей. Президент на одном из совещаний очень большое внимание уделил своевременности использования средств национальных проектов, целевое использование. Поэтому здесь мы не можем допустить, если мы сейчас только вводим данную меру государственной поддержки, мы не можем допустить, чтобы средства были не использованы. 9 миллионов пойдут кооперативам на возмещение затрат при покупке сельскохозтехники и спецоборудования для переработки продукции. Все на конкурсной основе. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова